друзья привет это зинаш время 5 минут 3 рванула в город вот смотрите собака соседская вот эту черненькую соседи уехали почти год назад ее оставили блин я вот шорты снимала на под дождемся и под снегом дом сдавали квартиран там квартира говорили что квартира будут кормить они дверь закроют уйдут они там узбек или таджики здесь лепешки пекут она на улице под дождем под снегом она по-моему два раза щенилась приезжают эти бывшие хозяева я им говорю них у нее муж работает на охранником где-то на какой-то на парковке что ли в организации я говорю заберите собаку там в частного там она там где охраняется там в любом случае вот подкармливать когда он на смену приходит когда другие там охранники хоть хлеба дадут заберут потом обратно привезут заберут и по обратно привезут зла не хватает она такая хорошая собака я упаду по осени подкармливала нет нет когда увижу отказа блин я сидела сидела сварила борща с показывала наварила цвет целый чугунок а мама готова я на пол тарелки выпила говорит скушала и готовит мне поменьше ложи потому что я стала вес набирать говорит пол тарелки покушала а там целы видели же целая кастрюля блин сейчас я пока сейчас на паузу поставлю о выехала у нас снег идет решила съездить дочери баночку борща с внучкой сына там булочки были яблоки положила съезжу отвезу и заодно шмон провести доверяй но проверяй дочка-то ладно пацана надо проверить что он так делает дома убрана не убрана заправиться что ли или на обратном пути уже нет друзья нам заправлюсь зима от греха подальше хотелось не почистить но то его маленько с утра так снежинками снежинок летит можно было метелкой ну ладно съезжая город мне все равно нужно маме купить эти капли глаза которые закапывают у нее там уже на два-три раза осталось потом ободок сломался у меня на голову пластмасса раньше какие-то ободки были железные там в квартире у меня ободок один есть на думал пускай будет и там два подка пускай будет потому что там иногда когда ремонт делали когда приезжай там что-то убираться волосы заправляют закалывают и ободком там лекарства смотрю если нет значит здесь в этом у нас в аптеке тогда нашла в городе мамины капли только в центральных аптеках во вторых на гоголя фурманова и возле атакента только там есть центральных а в маленьких других аптеках не было а у нас колхозе здесь эти капли есть отчета народу много ладно поеду это с той стороны с той стороны машины бензин заправляются если что там в орбите заправлюсь я или на гелиусе заправляюсь когда в город еду а когда с горды едут и вдруг себе бензина мало то там на казах казахуил с левой стороны от озера снег здесь конечно у нас не чистили только вот от колес колея но это слава богу да казахуил заправка позавчера вам рассказывал когда к самотологу ездила блин ехала самого дома и почти до до сиюдбая вам рассказывала потом там навигатор включила на камаз центра давай 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 шлёпай пожалуйста такая шконда бирюзового цвета не нравятся мне такие ядовитые цвета бирюзовый потом такие вот розовые оранжевые вот 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 и потом на том окон самотолгу приехала время там еще нормально было 15 минут вот включаю смотрю оказывается я вообще не записала полчаса там триндела потом уже на обратном пути там с бахилами ходила на обратном пути там чирикала вот потом там кто-то написал мне как вот там квартиру поделили друзья я раньше рассказывал но для тех кто недавно на канале вот с самого начала наверно мало людей кто слушал меня смотрел искал искал такие размеры обмен квартир ну такие знаете на боже что тебе не гоже одно по-моему один вариант вообще в общаге какой-то задрипанный вот а я ну я говорила что я выросла в простой семье папа у нас был таких жестких правил ни на какие танцы ни на какие дни рождения это уж когда в училище стал учиться тогда только на дни рождения отпускали и то чтобы ночевала дома чтоб подружкам ночевать такую вообще не разрешали вот и к нам почему-то одноклассники подружки не приходили вот подружка Лена была через забор вот так через забор общались я у нее не была она у меня не была вот через забор потриндим потриндим и все вот и замуж вышла вот там приданное все халаты малаты дома в халатах малата ходила плату без платка правда вот у нас говорят только чемкентский вариант это вот южные заставляют с ног надевать платки свекровь один раз рискнула рискнула ой объеду ох 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 задницу закидывает на снегу вот один раз платок она рискнула мне говорит платок надеть а платок надел у меня под ней голова чешется и косынка спадывает налево направо она говорит ладно не мучайся давай без платка потом эту квартиру получили здесь дочку родила ну и на свадьбе с его работой был парень один и была женщина такая молодая старше меня русские потом я вот не помню ее Лена по-моему звали она по-моему или Лариса она как-то или позвонила или где-то мы встретились не помню позвонила по-моему и говорит Зинаш как у вас дела? я говорю да нормально она говорит Зинаш будь аккуратнее твой муж пастая на бухгалтерии сшивается там то ли ее каракойс звали то ли ее каращаш то ли каращаш не слушаешь что-то такое что-то короче типа красавица ну а что я сделаю побегу на училище что ли или на разборке с кем ты ходишь вот вот она сказала как он постоянно как не зайдешь она постоянно у нее в бухгалтерии сидит говорит на прополуе зарплату гнала получали постоянно у нее сидит говорит и потом началось вот вот другая вот так сделала ты почему так ты почему как мамбетка одеваешься в декрете сидела дочь кормила еще в халате вот лоб на бухгалтер сигнал покормил дома всегда еда была готова супчик всегда был там что-то допустим булочки пироги там это я всегда делала вот квашену капусту это свекрови постоянно банками приезжали забирали от нашей квартиры все ключи были спим не спим могли ночью мы с мужем лежим они могут ночью прийти дверь открыть и спать для тебя что вы делаете вот так было и приезжали капусту брали большую бочку на балконе выставляла запросто приезжали брали вот и постоянно вот ты почему то вот другая так сделала ты так делаешь почему так в общем дело до развода мы 24 апреля развелись и вот он в апреле сразу сразу начал искать обмен обмена я не согласилась потому что там страшные были вот и потом уже весна же лето о весна май я сшила себе в разводе уже я сшила себе юбку такая темно-синяя классическая прямая со шлицей вот так на два пальца выше колена на два пальца и сшила такой знаете синтетика там материал был голубая бирюзового цвета кофточку с коротким рукавом с воротником сшила и нас пригласили меня пригласили на день рождения куда-то не помню куда оп 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 на кольце никого нету машина смысл вот мы с дочерью пошли естественно я подкрасилась у меня вот такая вот такой волос был чуть ниже по моему химию химию накрутилась не помню сходили в гости оттуда иду не помню то ли цветы мне подарили не помню короче заходим домой а он не выписывался в квартиру он просто через суд его вселили в спальню в меньшую комнату мы с дочерью в зале жили вот захожу заходим с дочерью он сразу с дверей вышел на меня посмотрел с ног до головы где ты была я говорю родной если ты не забыл мы уже в разводе и понеслась душа в рай вот почему ты когда со мной жила так не одевалась почему когда мы жили ты как мамбетка выглядела а я к тому времени уже на работу вышла прям перед разводом вот ну подвинься блин он смотри едет посередине ну не козёл а прям посередине едет ни слева ни справа не обгонешь что ты будешь делать а что ты будешь делать а смотри 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 специально медленно едет да вот и это машина видите приходится по встречке объезжать ну козлина я его выматерила осторожно стоишь на дороге вот вот и короче слово за слово он ушёл к себе в комнату в спальню а мы пришли и дочь говорит мам я компот хочу я открыла банку компота потом там хлеб купили компот открыла дочь где-то там в зале бегала кирпичик хлеб нож взяла а нам эти ножи подарили подарил его друг он работал на заводе Кирова и там вот как вот зэки делали такие хорошие с хорошей стали ножи три ножа было острые не знаю говорят вообще нельзя дарить не острые колющие предметы но ты его друг подарил я взяла этот нож самый большой и хлеб начала резать а муж оттуда со спальни сидит и говорит вот у тебя у тебя отец алкаш а у меня папа просто не умел пить вот даже в гости к свеклу с цифровой приезжает или к нам или к ним едут родители мои и выпивают папа пару рюмок все уже в ауте а свекла чтоб свалить по глазам видно что он пьяненький но держится а папа мой не мог не мог пить я тоже пить не могла вот и он такой хорошая-хорошая всегда уезжал он говорит у тебя отец алкаш потому что видит пацан когда в гостях он папа напивается вот такое дерево дрова я говорю алкаш не алкаш он работает машинистом там не попьешь ну когда выходные два выходных в гостях это можно я говорю во первых во вторых говорю мой папа сделал квартиру не однокомнатную потому что взятки давал чтобы пока я пять или шесть месяцев беременности не будет и дал взятки в горы с полком и дали нам двухкомнатную он говорит я не помню друзья он говорит вот у тебя брат что-то про брата стал говорить ну родители про маму ничего не говорил про отца сказал про брата сказал что-то про брата сказал не помню ну я возьми и скажи я-то видите два-три выкидыши было потом кое-как на третий год по-моему я на третий год два года не могла забеременеть выкидыши были о машина застряла лопата откапывает этот и только на третий год я по сохранениям лежала почти восемь месяцев и дочку родила он говорит вот у тебя брат такой-то а я возьми и скажи зато я говорю когда не могла родить у тебя мать 52 года аборт за абортами делала тоже как раз прошла такая пьянка взяла тоже ему сказала и помню только вот я хлеб режу и вот говорю вот так вот а твоя мать 52 года до сих пор аборты делает когда я не могла родить и когда выкидыш последний был предпоследний ну давай проезжай блин когда выкидыш на большом сроке был и помните рассказывала к мать к свекрови подошла мама у меня вот так вот так а тут кровь идет там куски бываются ай тряпку положи и ложись спать это выкидыш и даже голову не подняла с подушки это тоже мужу сказала и хлеб режу и какие-то секунды он так идет и чертовка табакерки отсюда вынырнул я так даже нож и держу он хватает так нож сейчас вот так режу он берет так он боксер же лапы здоровые берет вот так вот направляет и в меня ну естественно я задела за живое про его маму плохо сказала нельзя наверное было так говорить вот и вот так ножом я от себя а он-то мужик и сильнее спортсмен же я на себя и от себя а я уже переоделась домой пришла переоделась у меня турецкая футболка была с клепками такая горчичного цвета я вот так смотрю этот нож с ручками 35 сантиметров 10 сантиметров ручка была по протоколу помню и 15 сантиметров этот лезвие острое такое и смотри она воткнулась и боли не чувствуешь и вот прямо футболка воткнулась и вот так вместе с футболкой вот так вот он меня я от себя и тут слышу дочь мама в коридоре вышла видимо увидела что мы деремся мама и он видимо на нее повернулся руку ослабила я выкинул нож нож воткнулся в пластиковый стол я выскочила дочку схватила к соседке сразу басая Катя постучала дверь держу Катя постучала она открывает дверь я говорю дочь пускай у тебя побудет дочку закинула туда сама по моему сама по моему даже басая в опорный пункт я тогда еще в детском саду работала в опорный пункт побежала прихожу там участковый я говорю вот так вот так а пока нет вру я пока Кате зашла а Кате зашла я говорю Айнаш пускай у тебя побудет она говорит зайди 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 быстро потому что у меня есть кровь была уже там пока чиркала не видела но видела только один раз когда что воткнулась в этот по футболке и лозит лезвие и захожу она увидела ты чего вся в крови я говорю вот так вот так она заходи быстро дверь закрыла у меня здесь все в крови кофта причем много как будто знаете баран нарезали по моему она мне шлепанцы дала пока туда-сюда она говорит помой футболку я говорю что в мокрый пойду что ли меня трясет короче не помню это моя или моя обувь была или она мне шлепанцы дала я пошла в опорный прихожу муж уже там сидит весна же он сидит в таких знаете вот таких очках только она черное стекло а вот этот ободок весь белый сидит и говорит вот 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 она я зашла вообще офигела друзья во-первых во-первых я не видела что мужики носили женские очки но они явно женские такие пластмассовые большие стекло черное а вот этот ободок белые до сих пор перед глазами стоит вот и захожу он говорит вот вот она она сама себя ножом порезала сейчас будет мне на меня заявление писать я стою у меня кровь идет с левой стороны сейчас зеркалить у вас будет с левой стороны вот сердце с левой стороны блин у тебя барахолка же пол третьего стоим смотрите вот вот и меня один участковый в другую комнату говорит пойдемте со мной заявление будет писать я говорю да пошли ты в другую комнату в другую комнату пошла написала заявление но там козлы потом же я с ними уже работала они там этот я говорю так вот так они говорят надо посмотреть говорят рану проникающий не проникающий я не знаю понятия расстегнула они смотрят один пришел потом второй пришел третий пришел и вот так вот смотрят щупают я сижу но думаю милиция же никогда с милицией дела не имела один там взял линейку типа вот а еще у меня извиняюсь бюджуалтер был Анжелика приподнят еще только бросил кормить груди большие у меня тогда были сейчас остатки роскоши остались вот грудь и они то линейку положат то один пощупает один говорит посмотри этот проникающий проникающий он посмотрел да нет какая то терминология короче заявление взяли вот потом я говорила же рассказывала потом суд был они свою Волгу ГАЗ-24 свекр продал заплатили судье в общем мне вынесли решение что это легкие телесные повреждения и решение решение суда было а шесть месяцев выплату доход государства мне не копейки друзья шесть месяцев платить доход доход государства там какие то какую то сумму и все вот до сих пор до сих пор в шоке я получилась допустим это телесные повреждения пускай даже легкие телесные повреждения вот нас короче развели шесть месяцев по прежнему не менять место работы ему по месту работы выплачивать шесть месяцев доход государства вот и вселили его в спальню а до этого он уже в спальне жил вселился через отдельный суд он пошел написал в кска в дом управления не в кска в дом управления написал заявление чтобы без моего ведома меня не выписывать потому что квартира была на мое имя вот и с работы приезжаем с дочерью а там по дверью в зал дверь и внизу такие щели где пол открываешь и там презервативы в упаковках прям по дверь закидывал потом просто типа использованный презерватив из этой из упаковки убирали и по дверь подкидывал везде презервативы лежали а дочь маленькая же полтора года она один раз нашла еще какой-то презерватив в такой вот упаковке она говорит мама жвачка ну это было последней каплей друзья я собрала эти все презервативы вот это которые раскрыты в целлофан оделась вечером уже его дома не было он периодически приходил ночевать а катя говорила когда иногда я там допустим несколько дней у мамы жила у родителей после поножовщины соседка говорит он приезжал с женщиной ночевал здесь и вот эти все презервативы собрала в целлофан дочку она одела сама хорошо оделась тогда вещь себе покупать стала и поехал к ним горный гигант приезжаю захожу в зал в зале диван мой телевизор цветной который они мне не отдали мой ковер на стене мой палас на полу который они не отдали шторы мои которые они мне не отдали при переезде в квартиру свекор лежит свекор с свекровкой сидят свекор лежит на диване свекровка у ног сидит на диване муж сидит мой бывший на полу золовка младшая которая 10 класс только закончила замуж входила я ей помогла кстати в наркоз поступить на бух учет потом она мне все мозги выносила вот я что бухгалтером буду тогда как то не модно было а сейчас я слышала ну тогда после развода слышала что лет она уже замуж вышла богатая стала что какой-то фирме строительной бухгалтером работает вот муж сидел бывший сестренка его золовка сидела младшая и мать с отцом я захожу у всех такая анимая сцена вот из картины Репина не ждали и этот захожу все на меня смотрят залезла в этот ряд потому что там проблемные ну что ты и лозишься как проститутка налево направо налево направо золовка сидит я ее любила сильно золовку младшую я говорю Салта ну-ка выйди она зенаж я говорю выйди дочь возьми донюшку возьми и выйди она бесов взяла только выходить а свекровка говорит доча сядь она говорит мама она говорит сядь я сказала никуда не пойдешь она говорит мам хватит мою дочку взяла я говорю салта иди в другую комнату мою дочку взяла и ушла и свекра тут раз о такой непонятно растерянный сел на диван я взяла целлофан и мешочек им на диван кинула я говорю вот что ваш этот посмотрите с двух сторон две попрошайки турчанки вот называется пропустила машину и на светофоры встали вот вот и целлофан кинула им на прям свекру с свекровкой свекра так посмотрел а свекровка тогда которые использованы ну это раскрытый презерватив она так взяла вот так взяла говорит ой бай млауне это что такое я говорю ваш сын потом вам объяснит что такое говорю под двери кидают говорю а я друзья я взяла экстракт в оливьянке бутылочки коричневой бутылочки поехали вот взяла бутылочку валерьянки и этикетку убрала содрала этикетку и в карман положила приезжаем презервативы кинула я говорю значит так я раньше вообще ребята друзья мои вообще даже голос не повышала ни на кого никогда не смела даже им чтобы поперек слова сказать ни мужу ни свекровке ни свекру вот блин здесь светофор такой а сейчас я объеду куда ты вылез дорожник проехали блин я никогда голос не повышала не то что не повышала вообще так группы не разговаривала а тут злая приехала и она еще приехали на такси потому что темно уже было мы с работы пришли и этот и кинула они себя отрасматривают все рукавы а что это такое сынок вам объяснит что это такое говорю вытаскиваю с кармана вот этот пузырек я говорю вот здесь говорю не помню друзья то ли сказала аккумуляторная жидкость по-моему я сказала аккумуляторная жидкость я сейчас не помню как кислота я говорю короче кислота аккумуляторная жидкость говорю папа знает что это такое откуда я взяла не знаю я говорю еще раз я его увижу в моей квартире блесну или его или кого-то из вас говорю блесну в лицо а потом пускай что хотите то и делайте подавайте в суд скажу я была в состоянии аффекта развернулась в карман положила дочка взяла и уехала еду такси поймали с дочерью меня трясет я думал того чтобы ножом ножом резал а тут еще и презервативы таскают еще баб таскают в эту квартиру развернулась и ушла или или мужа там мужа не мужа не было по-моему друзья мои потому что он где-то ворвал бы извиняюсь свекл свекл свекровка и заловка были да потому что там он маменькин сынок он бы там мне ворвал лепил бы хорошее вот и все и после этого как-то муж то ли где-то на улице встретились позвонил или на работу в общем не помню до сотов телефонов не было же и короче говорит нужно на нейтральной территории встретиться встретились он говорит давай сделаем сделаем так я выписываюсь с твоей квартиры он признает что это моя квартира а ты отказываешься от алиментов письменно я подумала подумала друзья мои сшила на мыло у него там жена бухгалтер в конце которого он ребенок там у меня вообще копейки будут платить а он тем более возьмет справку что он там копейки получает я говорю хорошо я пишу письменно что я отказываюсь от алиментов он пишет что я выписываюсь добровольно с этой квартиры и претензий к ней не имею и все больше я его живьем не видела ох елки авария что ли снег убирают вот я вам покажу сейчас вот с левой стороны видите пробка это вот чтобы на Алатау на Ялян на Алатау 1 там где золото подается на Олжу на ту сторону заехать я сейчас домой поеду по совсем по другой улице как раньше это Побелинского и сейчас вот уже время без двадцати три вот пробки какие видите а там стоймя стоят очень вот так вот мы поделили квартиру называется что он говорит я выпишусь с твоей квартиры а ты откажешься от алиментов поэтому я алименты его не получала я подумала подумала потому что потом с папой разговаривал папа сказал балам он из такой категории людей даже если ты сейчас бог с ним будете делить квартиру даже одна комната будете жить ничего страшного он будет тебе выплачивать алименты пока дочери восемнадцать лет не исполнится а потом под старости поверь мне говорит я их породу уже изучил говорит он когда старый станет он подаст на алименты и дочь будет выплачивать моя внучка будет ему выплачивать пока тот не сдохнет и папа был прав друзья мои он из такой категории что дайте есть такие вот мелочные мелочные потому что когда они потом из квартиры выписывались вот этот у меня два девеля было старшего я любила он такой уважал он такой с мамой вместе работал там рядом в организации а второй я вам рассказывал что он тоже в милиции работал с сержантом ушел даже не столько в милиции в отделе охраны работал ну такой сам все на уме так постоянно вот так делал это сопли сживал вот так вот так делается когда проглатывает фу это и вот потом когда уже отказались от алиментов от всего вот я тебя пропустила ты еще вперед хочешь меня подрезать не спасибо не пожалуйста блин вот потом когда отказался от алиментов тот выписался с квартиры приезжает бывший муж вот с этим девелем со вторым который вот так делал приезжают забирать вещи там свою кровать он там поставил себе односпальную кровать такую деревянную там какую-то этажерку стулья какие-то пришел забирать и открывает там ниша вверху там где банки пустые трехлитровые весна же уже все подъели они ставят стелят на на пол покрывало и складывают туда пустые трехлитровые банки банки забирали деверь залез оттуда банки складывал так три банки берет складывает и в одной банке нашлась игрушка дочери ей дарили друзья наши общие когда она родилась знаете такие которые игрушки которые на ножках прыгают под попой так ключом чик-чик-чик-чик-чик делся там сушканчик был в шортах сушканчик и хвост висел и под попой там под хвостом его ключом назаводишь и он так тык-тык-тык-тык-тык там раньше были цыплята вот такие прыгали ну в основном цыплята были а это тушканчик был мы искали этого тушканчика потому что дочь его любила любила эту игрушку вот и смотрим в этой пустой банке одной из банок вот вот это тушканчик а дочери полтора год и год и шесть год и семь наверное вот так вот год и восемь где-то вот так вот она посмотрелась мы стоим я вообще в шоке я стою дочь стоит вот спустя ног и мы стоим смотрим как они просто мародеры все забирают банки ну там все даже с оленями с вареньем это как яблоки моя мама привозила ее в общем забирают я ничего не говорила шторы сняли там со спальни там это все все повытаскивали там половики были и дочь увидела тушканчика и говорит мама тушканчик они взяли эту банку посмотрела на мой дочка знаете как банку поставил я говорю не трогай пускай берут им нужнее они ведь не дали дочь увидела игрушку стоит плачет мама тушканчик я говорю стой спокойно она плачет ее отец слышит рядом стоит пакуют эти банки все банки забрали только трогаем даже не отдали ведь игрушку вот под богом еду по дороге куда это нас да бог видит в дороге вообще нельзя обманывать ночью нельзя обманывать вообще нельзя обманывать друзья мои обычно когда вот клянутся говорят тунжалом бутрым под покровом ночью клянусь вот в дороге едем что нельзя врать что это грех вот так и не отдали они уехали а они уехали и в спальне на окне были знаете циновки из соломки на пол сели циновки я взяла прибила на один край тогда этих жалючих не было прибила рейку и муж потом мне прибил с той стороны с улицы эту и мы так вот как ролл шторы сделали с этими сейчас на веревочке шнурок один сделала и закручивали и внизу рейка вверху рейка и как шторы нам заматывались давай давай родная беременная идет и смотрю деверь окно открыл и вот это муж когда жили еще вот такие на большие гвозья забил взять этот деверь залез и дергает 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 и она не снимается дергает я говорю скоро освободите квартиру тоже в нагло стало говорю деверь дергает дергает я ему говорю кайнова деверь называют по имени называла их уважительно относилась я говорю может так вы тоже будете снимать рамы 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 дверь розетки все заберете патрона от света он на меня знаете такой злостью посмотрел спрыгнул с подоконника и стали выходить а забрали холодильник старый он в прихожей стоял как захочешь в прихожей этот холодильник нам мы когда в квартиру переехали старый старый убитый но слабо работал но работал мне свекровь со свекром привезли потому что у них в подвале стоял у квартирантов они привезли и смотрю они холодильник забирают и муж стоит и говорит я говорю холодильник что не можете оставить что ли ребенку чтобы это продукты как раз весна лето муж разворачивается говорит бывший и говорит посмотрим как ты выживешь ты или с голоду сдохнешь вот клянусь друзья или с голоду сдохнешь или по рукам пойдешь вот он мне что сказал они холодильник вынесли на площадку а у меня хотел просто пойти поставить чайник у меня здесь поднос я так взяла и но тоже стерва с волками жить адраспан подожгла и с адраспаном их типа выкуриваю чтобы духа их не было и стою адраспан в коридоре и выхожу а холодильник вынесли стоят и уже только поднимать я говорю ключи из квартиры и деверь берет ключи и мне так раз швыряет оно ключи на поднос вот так вот и отлетели я говорю будь счастлив дверь закрыла и они ушли вот и остались в этой квартире мы жить вот так вот квартиру мы поделили друзья мои а кто спрашивал все я больше мужа не видела единственное я с ним разговаривала когда дочь закончила институт школу я пошла к нему там где он работал на его машину оказывается машину купили ему на поддворнике оставил номер телефона говорю у дочери выпускной приходи не пришел это дочери 16 лет было уходил полтора года было не пришел потом единственно когда я узнала что у него мать умерла я нашла его телефон милиция уже работала нашла его телефон позвонила жена взяла труппу я говорю у себя можно она позвала его я говорю слышал мама умерла он говорит да мои соболезния спасибо что так что случилось вроде еще молодая он говорит сахарный диабет она лежачая была вот и все когда с ним разговаривал больше больше я его не видела не слышала вот такие дела друзья все обтоку проезжать здесь уже не до не до разговоров другие мои давайте ваш изенаш я их подошла я их подошла я их подошла